всем привет меня зовут лена добро пожаловать на канал о рукоделии и вышивки крестом я хочу поздравить всех вас с наступившим новым 2024 годом пожелать всем здоровья богатства счастья благополучия и исполнения всех желаний и в том числе в нашем любимом хобби перед собой я выложила уже две свои готовые работы это овечка от производителя сами с усами а также весенний домик от анастасии воронцовой весенний домик это первый отшив настя любезно доверила мне вышить ее новую схему для того чтобы она была представлена на очередной я надеюсь на очередной формуле рукоделия так начнем с барашка барашек был вышит был начат вернее 30 декабря и я очень надеялась что это будет финиш 23 года но ничего не получилось у меня со временем к сожалению и барашек был вышит 1 января сделанные последние стежочки ну тут было очень мало на самом деле выше то в 23 году в общем почти полностью он вышел все уже 1 января и до такой степени это замечательный легкий и удобный процесс был что я не удержалась и тут же заказала на озон еще моему два набора я себе заказала до хотела больше и намного больше положила в корзину но потом здравый смысл возобладал и я по удалял а там много чего оставила только два потому что ну куда мне столько у меня и так всего уже много надо вышивать то что есть а вот эти два бисерных наборчика я еще прикупила для таких моментов когда очень сильно захочется чего-то маленького бисерного и быстрого а ничего под рукой не будет вот они будут как раз таки под рукой следом я сразу же начала вышивать вот этот домик это будет такой набор да можно сказать из схем 4 схемы домики по сезонам я сразу у насти попросила вышивать именно весенний домик потому что мне очень понравились вот эти розовые фиолетовые оттенки на домик я потратила 6 дней как говорит мне кростич сага и здесь что-то около 4000 крестиков чуть меньше включая бэкстич и вышивала я его конечно же не не 6 дней несколько дней у меня перетекали с с ночи в ранее ранее утро да так скажем из одного дня в другой перетекала все и получается да здесь 3927 крестиков и по календарю я потратила 6 дней с 3 по 8 я вышивала вот сегодня я его закончила всем уже показала похвасталась поделилась своими результатами то есть сегодня 8 января у меня уже два финиша я безумно безумно рада также я хочу на этой вышивальной неделе уделить внимание еще двум работам и одной из тех которые я сейчас покажу я ей уже уделяла время а именно это метрика от лукас вот так выглядит метрика слоник и эту работу я брала с собой в деревню и повышевала немножечко вот здесь тельце но достаточно мало я недовольна этим результатом я хочу еще больше продвинуть продвинуть эту работу потому что я преследую две цели в январе я хочу закончить еще по крайней мере вот эти две работы которые я сейчас показываю слоник и вот эти пингвины это у нас в кругу семьи вот так выглядит превью этих пингвинят уже вышивали довольно много чуть ли не в каждых вторых итогах на ю тубе я встречаю эту семейку и хочу ее иметь также у себя этот набор был начать мною в моих осенних стартах и надо вышивать надо вышивать потому что эти две работы они до такой степени маленькие но вы сами видите да эти размеры тряпочек и до такой степени легкий по крайней мере вот слоник точно легкий потому что здесь очень большие цветовые пятна пингвины с пингвинами возможно мне придется повозиться потому что здесь такой бак стич очень неудобный и насколько я помню схема у андрианы она такая своеобразная цветная глянцевая а эти две работы я вышиваю по бумаге у меня нет перенабора хотя конечно на в кругу семьи нужно поискать возможно попадется в доступе я посмотрю и конечно же еще на этой неделе я планирую взяться за вышивальщицу достану ее и покажу чуть попозже в тот момент когда я к ней приступлю дело в том что в нашем чате из reality мы организовали новую движуху мы не можем без движух у нас то какие-нибудь процессы по дням недели с хэштегами теперь мы бросаем кубик они у нас бросает кубик ну или кто-нибудь бросает кубик вообще эта идея они конечно же и мы все по сторонам кубика на все шесть сторон распределили процессы из тех которые хотели бы вышивать и раз неделю кубик бросается какая какое значение выпадает под тем номером процесс мы должны повышевать с той нормой которую мы заранее себе установили каждый устанавливает себе самостоятельно свою норму и читаться воскресенье так что следующее воскресенье мне необходимо будет отчитаться с нормой как минимум 500 крестиков на вышивальщицы но я хочу сказать что я давно уже хотела с ней конечно же куда-нибудь продвинуться и даже думаю что не заявить ли мне ее в собственной проект совместный проект большие и очень большие хотя туда я все-таки хотела заявить домик кстати домик тоже нужно будет прошивать до конца месяца во первых его туда нужно заявить потому что я до сих пор схалявила и там о нем ничего не сказала но обо всем наверное я об этом подумаю обо всем завтра как я уже сказала 8 января уже вечер завтра на работу вроде бы дети все уже подготовлены нужно еще приготовить одежду на выход завтра мы идем в театр все вместе с семьей на щелкунчика поэтому тоже нужно будет выглядеть более-менее приятно детям по крайней мере потому что они будут после школы я после работы и все наверное возможно по вставляю какие-нибудь ставочки и расскажу что вообще в январе у меня происходило уже в следующем включении всем привет еще раз буду заканчивать свою вышивальную неделю и расскажу все чем я занималась в это время покажу свои покупки расскажу что читала что смотрела и в принципе расскажу вообще что творилось за это время в моем в моей жизни в живальной жизни и в простой в обыкновенной и так сейчас я показываю в кругу семьи этот набор мне достался от наташи северной вышивальщицы в рамках обмена подарками тайной моей я захотела вернее в своем вишлисте написала что у меня нет ни одного набора и в процессах и в запасах от сделай своими руками и наташа мне подарила аж три набора два из которых я уже начала один пошел в робин по девчонкам и я его еще не видела на какой вообще он стадии кстати надо вспомнить вообще у кого он сейчас разыскать и понять когда он доберется к следующему в общем набор живет своей собственной жизнью когда-нибудь он придет ко мне на завершение у меня там один элемент и вот этих пингвинят тоже я начала в рамках осенних стартов сентябре но начала совсем немножко начала по бумаге и отложила его потому что было очень неудобно вышивать по бумаге так как я уже продвинутая вышивальщица уже ознакомилась с сагой и уже поняла что это за прелесть такая вышивать по электронной схеме такие схемы сложные считаю именно сложная схема у лукас у сделать своими руками и у ланар тоже сложная черно-белая и значки чаще всего похожие рядом стоят аута и гувернера то вообще конечно мрак какой-то так вот эти схемы нужно вышивать только по электронной схеме с помощью приложения по-другому ну я не вижу теперь никакого смысла и выхода для себя ну так вот к чему я это все я начала вышивать и где-то ошиблась поняла что я ошиблась в разметке у меня тут видно что небольшой сквоз пошел я все уже исправила распорола до вышивала но отложила эту работу и вернулась к ней только сейчас январе 2024 года потому что я нашла схему я купила перенабор в контакте не помню даже что за группа но купила и у меня полетела сразу эта работа и на этой неделе я вышивала очень мало но тем не менее у меня хорошо продвинулась продвинулся данный процесс и я думаю что так как он небольшой совсем то я ему буду уделять теперь много времени и он у меня уйдет в завершение с этим набором пока я даже вот ниточку не буду убирать и пока я не буду ее заканчивать действительно просто отложу потому что я сейчас расскажу почему вот это барашек от производителя сами с усами его мне подарила аня в рамках обмена подарками тайны и санта который мы устроили перед новым годом и я не показывала распаковку этого чудесного момента как-то завернула в общем я от а не получила большую коробку где было 10 свертков они были все пронумерованы и была приложена инструкция что необходимо распаковывать их именно по нумерации по порядку я сейчас ставлю фотографию как это было и возможно вставлю тоже видео если она конечно мне еще не удалено потому что я чистила телефон но это невероятный подарок где было все и бокал именной званием с выгравированным названием пьяная вишня и шампанское для этого бокала и конфетки и чаек и какие-то сладости много-много сладостей и барашек и еще была елочка которую тоже я по моему ее убрала куда-то подальше но я ее обязательно покажу в следующий раз а зачем тянуть я ее прямо сейчас принесу да вы правы я уже в счастливом обмороке пребывала просто я не одна в квартире у меня гости я постоянно туда-сюда бегаю и но не все успеваю делать хотя хотела короче я сняла все эти обертки когда я поняла что я начала не с того они с шестого и там есть реальная навигация я начала все вытаскивать из коробки и первый не нашла но потом нашла он был там рядом стоял зато короче сбоку спрятался по порядку первое давай начнем с чего-то милого и бисерного и это был вот такой барашек я его очень сильно хотела и они тут попала просто в самое сердечко и у меня его уже пытаются отжать даже чуть ли не отжали но в итоге договорились на том мы остановились что я вышью алла купит тому кое-что я это вышью ей подарю вот барашек дальше добавим новогоднего настроения когда я увидела этот сверток я предположила что там в том числе и по весу это вот такое шампанское кстати брюд на самом деле я обожаю абрау дюрсо и именно брюд вот так что аня я не знаю откуда ты это знала но это было прям точное попадание дальше я уже это показала это был бокал я подумала что аня самостоятельно это выгравировала пьяная вишня я в обратно упаковала но я прочитала там на коробке написано был бокал с гравировкой пьяная вишня но на самом деле это ну я подумала что аня сама вот это все сделала потому что мне показалось что машинкой мне на свадьбу на свадьбу да нам подруга моего мужа она тоже мастер по кюру и она мало того что она мне ногти сделала на на свадьбу она нам подарила еще два бокала она их украсила акрилом по моему на тот момент да это было 15 лет назад акрилом украсила цветочки какие-то наделала очень большая красивая работа была гравировка там была они были вот у у ножек в общем точно также выцарапаны очень красиво но на второй день свадьбы племянник мужа один бокал разбил и один бокал где-то лежит я не знаю вообще где он лежит наверняка где-то так дальше 4 если вдруг случайно нужен другой напиток здесь была вот такая коробочка с чаем первый раз такой вижу я его выпью сама ни с кем не поделюсь так дальше 5 надо закусить надо закусить это был вот такой десерт шоколадной шери когда я его раскрыла увидела что это вишня шоколад ну блин тут все вишня это вот сейчас я его так не аккуратно взяла и он порвался он был запакованный так дальше самое время заняться елочкой опять у нас что и вышивальная вот такая елка эту елку тоже хотела у меня пока нет идеи каким бисером ее вышить но однозначно буду вышивать бисером может быть красным или зеленым или что-то скомпоновать короче мне нужны какие-то идеи потому что я пока не представляю как как этим всем заниматься но заниматься нужно прям очень срочно потому что елки у меня нет и надо будет ее поставить так елочку убираем следующее седьмое не забудь нарядить а вот не забудь нарядить это вот такие шарики но эти шарики я отвезу в деревню у нас там будет стоять большая елка и эти шарики я повешу там спасибо огромное так дальше восьмое это может стать игольница например вы меня до сих пор прикалываете насчет игольниц это вот такая маленькая коробочка с драже такая классная конфеты отдам детям наверное может нет вот а конечно это будет игольница тут вообще даже вопросов нет никаких это сванская соль которую аня приготовила самостоятельно я ее открыла чуть не умерла от этого запаха я просто обожаю всякие специи на зимнюю формулу я ходила ради специи я их накупила там себе и сванскую соль я тоже просто обожаю завтра же пожарю картошку с курицей вот с этой солью я уже я вот я просто сейчас держу в руках а мне она пахнет и я есть хочу хотя уже почти девять мне уже кушать не разрешают хотя я хотела но мне не разрешили так это тоже самое вкусненькое было ничего интересного просто детский налог детский налог а детский налог это было вот это вот шоколадки вот эту шоколадку я вижу первый раз блин я не знаю как это детям отдавать потому что у меня начинается жор именно вечером ночью когда дети засыпают и как я это отдам не отдам похоже все это вся моя посылка вот она вся конфеты вот это все в общем алла со мной сидела все это распаковывала она просто в шоке я рассказала ей историю нашего чата нашего реалити и она просто в шоке что у нас такие отношения что мы такие дружные это просто удивительно говорит блин анечка спасибо огромное я не знаю что начать первым ну наверное вот это приберегу выпью в новогоднюю ночь возможно а может быть на какой-нибудь грустный день оставлю хочу очень сильно вот это и вот это вот барашка наверное барашек это прям вот все мое я хочу его срочно вот такой набор мне подарила аня да здесь нету превью как она должна должна выглядеть но я его уже распечатала потому что мне безумно хотелось посмотреть вообще стоит такое этого такая елка там есть схема внутри есть подставка для елочки ее можно расшить нитками или бисером это не канва да не у крафта подразделение не канва я обожаю просто обожаю такие наборы и очень сильно хочу его начать но пока я не поняла какой мне висишь сюда хочется может быть я куплю может быть подберу из своих запасов но здесь очень много бисера нужно однозначно елка будет в бисере но вот какой именно бисер я еще не подобрала и тогда это был подарок и вот это вот этот барашек был начат 30 декабря и я действительно очень сильно старалась закончить его к концу 23 года чтобы он был уже финишем и попал финиш именно 23 года но у меня не получилось потому что было много дел всяких разных и муж заболел я его выхаживала короче я закончила это чудо 1 января до 1 января я уже приклеила сюда задник повешу на веревку веревочку джутовую сделаю и я не уверена что это будет елочная игрушка хотя как знать может быть в к вполне возможно дело в том что я раз я уже показала подарок от они я еще покажу парочку подарков и покажу несколько покупок которые я совершила за это время хотя да я сказала что я покупать практически ничего не буду практически ключевое слово кое-что я все-таки купила и так вот такой набор я его получила в подарок от яны с канала о крестиках по моему это ольга антропова в общем я на меня подсадила на эти домики и теперь она меня активно ими снабжает ну вот подарила домик звездочета очень сильно хочу его начать но пока у меня на пластике есть что вышивать я начну его когда кое-что закончу на пластике или или на бумаге в общем я посмотрю потому что этот процесс у меня будет или каким-нибудь дорожным или на работе я его оставлю здесь есть бисер бусины насколько я вижу давайте извините наверно было громко мне кажется из таких пришивных ой какая прелесть пришивных элементов здесь вот такая видно надеюсь вот такая такой звезд это звезда или что это да там есть и звезда и вот такая штучка да есть звездочки это петли для дверей бисерок а куда же а я поняла вот это много лучевая звезда она вот в этом месте пришивается ой какая красота очень сильно хочу этот набор положу обратно то потеряю буду потом очень сильно плакать это вот один был подарок и второй подарок это ежики в бруснике отриолис с этим набором вернее с этим сюжетом у меня вообще приключилась очень смешная история конкретно вот этот набор этот набор я получила прям вот в новогоднюю ночь от своей дочери но за несколько дней до нового года 16 декабря у нас была встреча вышивальщиц у нас там тоже была игра в тайного санту и точно такой же набор я получила от своего тайного санты от кати и мне очень нравится этот сюжет и он у меня был в виш-листе и я знаю что и катя и арина его смотрели и дело в том что это была моя просто непростительная ошибка когда я получила этот набор от кати она была первая я не отредактировала свою таблицу не удалила его из желаний и он там остался и когда арина у меня спросила что мне подарить я ей отправила этот эту таблицу и получилось так что арина выбрала из всего многообразия всех наборов в этом и книг и всего остального что было причем все там было со ссылками на озон и на вайлдберрис арина не нашла ничего лучшего чем купить именно этот набор и арина да немножечко расстроилась потому что она действительно забыла потому что когда я пришла с вышивальной встречи с нового года я и показала все свои подарки она видела этот набор но вот как-то у нее не отложилось в памяти что он у меня есть но как можно было пройти мимо этих ежиков поэтому я не не думаю что она это сделала специально скорее всего просто ежики очень понравились вот поэтому этот набор тоже у меня начнется как только закончится как только я финиширую с голубыми соеками отриолис потому что набор на шерсти состав входит шерсть и я не практикую несколько наборов шерстяными нитками в процессах мне достаточно одного поэтому вот этот набор он тоже был в подарках и наверное с подарками все сейчас я покажу что я купила как отложим вот это купила сегодня я ходила на вышивальную встречу я не психеи и на этой встрече я забрала свой заказ это заказ был в группе хома дома насколько я помню у у нас в чате ирочка собирала заказы и я и я не удержалась и заказала несколько отрезов я старалась не разгоняться потому что у меня довольно много уже запасов ткани собралось но мимо вот этих вот сплэш да он называется беж с белыми брызгами на самом деле у них группе назывался я мимо него не смогла пройти потому что на такой ткани я еще никогда не вышивала и мне очень это нужно так этот свайгард линда вот цвет кому если хочется посмотреть как он называется я просто искала где эти надписи оказывается вот они внутри надо посмотреть может быть в других местах тоже есть здесь почему-то ничего не прикреплена но я скажу что это такое это мраморный винтаж скорее всего номер я не подскажу потому что здесь у меня три номера а потом ира попросила написать как они называются мраморный винтаж и дюмный винтаж здесь тоже а вот здесь значит это у нас тоже линда двадцать седьмого каунта 1235 дробь 10 79 значит вот этот я я сейчас все найду я сейчас все подскажу значит вот это 71 вот этот отрез под номером 71 39 да все разобрались надо будет на него написать какую-нибудь бумажечку с номером отрезы я заказывала 50 на 70 сантиметров очень надеюсь что мне на несколько сюжетов их хватит каждого и даже не знаю какого размера должны быть сюжеты чтобы 50 на 70 хватило но я надеюсь что хватит правда вот и еще покажу кое-что с так да вот этот набор причал рождество от мира вышивки и дизайнера наталью юркевич я купила под воздействием вышивального чата встречи с яной кто-то там показал этот сюжет и мне срочно прям срочно мне он понадобился я наверное в ту же секунду его заказала совершенно не думая этот набор на темной аиде какого она а 14 каунта у меня нет ни одного не в процессах не в запасах теперь один только есть до набор на темной основе и мне очень хотелось его иметь мне очень нравится сюжет поэтому действительно я его буду вышивать несмотря на то что я его купила под таким быстрым воздействием я мало когда так редко когда так покупаю вот и это вот были покупки как раз еще в двадцать третьем году просто они сейчас до меня дошли и еще два наборчика которые я заказала угадайте почему потому что я такой кайф получила тут этого барашка что не выдержала и заказала еще два набора от сами с усами это уже было сделано в январе да их там очень много и не все очень классные мне очень нравится я бы вышла абсолютно все но я решила взять пока только вот эти два набора если будет возможность и желание я возьму еще следующий и будет у меня целая серия я хочу обязательно взять еще какого-нибудь барашка там изумительные расцветки у барашков ой что не тут бисеринка слегла слегла устала полежать решила вот им какой-то из этих наборчиков скорее всего скоро начнется потому что я люблю когда у меня процессах есть что-нибудь бисерные ну а теперь да все это заканчиваем мы с покупками подарками и финишами и теперь я хочу рассказать что я сначала января прочитала посмотрела во первых я вступила в два выше читальных чата организовала их все та же я на она у нас неугомонная девушка постоянно что-нибудь придумывает за что и огромное спасибо потому что это движуха она очень сильно спасает так вот я на предложила во-первых читать книги в чате и обсуждать их как делиться своими эмоциями читать книги я на я оси лавриновича я запуталась в этих именах уже оси лавринович и на зимние каникулы она нам предложила прочитать две книги это загадай желание и сказка о снежной принцессе загадая желание я уже прочитала и даже посмотрела сериал снятый по этой книге конечно это книги подростковые наверное больше да там описывается жизни и эмоции старшеклассников 11 класс 10 класс иногда попадается а также младшекурсников так бы я сказала младших студентов 1 2 3 курс и знаете когда я читаешь эти книги ты не думаешь о том что фу тети мне там такая большая взрослая тетя и не это читать как-то не камильфо нет я когда читаю эти книги я как будто погружаясь в свое детство в свои свой подростковый возраст в свой 11 класс и студенческое время и переживая те эмоции которые я переживала у меня было замечательное детство и замечательные друзья и поэтому читая эти книги из жанра янга далт я возвращаюсь именно туда ну и конечно они как говорит я на такие витаминки которые помогают отлечься от страшного времени в котором мы живем и помогают как-то справиться со всем этим вот да еще я прочитала за это время несколько книг оси лаврино ведь по моему это было только попробуй уйти и еще какие то короче я сейчас ставлю все обложки всех книг которые у меня есть а их у меня много довольно и 5 из них они оставлены на другое время в течение года я их буду читать по ним потихоньку хотя книги такие легко залетающие что была какая-то книга которую я прочитала за полторы ночи ну как ночи за часов 6 на одну книгу у меня ушло до это этом с вечера до часов 12 посидела и затем на следующее утро еще дочитала ну вы поняли короче меня вот я она обещает что мы этот чат не забрасываем и продолжаем читать книги возможно вернемся в феврале в марте по одной книге в месяц будем читать я надеюсь хотя бы второй чат в котором тоже я принимаю участие это книжный адвент также я на его организовала и обещает нам каждый месяц выбирать книгу которую мы будем читать и обсуждать книга января стала книга кира булучева поселок я ее тоже уже прочитала буквально вчера закончила и такие у меня от нее смешанные чувства и конечно же это фантастика кира булучева я не читала ни одной книги хотя я прекрасно знаю об этом советском писателе и о том какие серии он написал и про доктора павлоша как раз таки вот поселок это серия до про павлоша и про алису селезневу когда-то наверное я смотрела фильм хотя я не помню и даже дочь у меня старшая читала как-то тайна третьей планеты кажется называется книга в общем если резюмировать то мне книга очень понравилась но конец меня оставил в таком некотором недоумении потому что мне хотелось какой-то больше развязки но я могу ее конечно сама додумать но мне хотелось чтобы ее написали но вот автор решил что вот вам вот вам такой конец а дальше вы уже сами думаете что с героями происходило а происходило с ними скорее всего так самое хорошее потому что кто не читал внимание сейчас будет спойлер потому что экипаж и людей которые пошли дальше от этого экипажа экипажа станции полюс которая пропала 20 лет назад вот прошло 20 лет и их наконец-то нашли в общем конец положительный пока я больше а еще и дочитала книгу из серии сквозь зеркала вторую часть и мне осталось прочитать еще третью четвертую потому что с сентября все это эпопея длится также еще один третий книжный чат это именно чат по сквозь зеркала и там девчонки уже практически все дочитали много кто делился своими впечатлениями но я стараюсь не читать все эти спойлеры потому что мне еще читать третью четвертую часть я хочется конечно не дочитать также под влиянием всех этих чатов я завела свой профиль на лайфлип занесла туда абсолютно все книги которые я вспомнила конечно же я читала намного больше чем там занесено и также загрузила то что я хотела бы прочитать и вступила в книжный вызов установив себе 30 книг на год я надеюсь что я действительно осилю эту норму потому что но как раз пока говорю вспомнила что еще несколько книг которые в прошлом году прочитала в прошлом и в позапрошлом я не внесла туда надо будет сейчас поднять эти архивы и тоже внести эту информацию потому что я хочу не только вышивать смотреть кино да но еще и читать книги читать у меня получается в основном в метро по будням это почти два часа то обратно на работу и с работы поэтому вот прекрасная возможность не тупить в телефоне а именно читать книги да вот и еще я также присутствую в киноклубе правда он работает этот киноклуб работает с сентября но я только вот в январе почему-то в него решила постучаться и там нам на неделю дали фильм который нужно посмотреть но я его еще не посмотрела нужно срочно исправлять ситуацию потому что скоро пойдут обсуждения а я не в одном глазу как говорится вот из вышивальных встреч и не вышивальных встреч и эмоций хочу рассказать сказать несколько слов о том как я провела новогодние праздники во-первых 2 января мы встречались с яной и оксаны и ходили на гум-каток прекрасно покатались супер как провели время тоже вставлю сейчас несколько фотографий и видео наверняка вы у яна видели уже как мы там попами крутим покатались круто было очень холодно по моему было то ли минус 23-24 градуса очень холодно но на катке мы совершенно не замешли и конечно же после этих покатушек пошли вкусно подкрепиться это неотъемлемая часть завершающий этап любой встречи а может быть даже не завершающий в общем этап подкрепления присутствует в каждой встречи вышивальщиц я так считаю вот круто провели время спасибо я не за предложенную такую активность и мороз совершенно не чувствовался дальше у меня был небольшой передых и уже 5 января мы опять же сильнейший мороз тем же составом встретились и пошли гулять на в днх у яны был план показать нам одну выставку мы через нее прошли какая-то такая труба с достижениями мы почувствовали что мы попали в какие-то новости на центральном телевидении но да было прикольно причем отстояли огромную просто многокилометровую наверное очередь которая кстати двигалась довольно быстро мы не успели замерзнуть затем после этого мы пошли в другой павильон росатом там также мы 40 минут стояли в очереди которая тоже двигалась довольно быстро но вот 40 минут мы все же провели на улице благо одеты были были мы очень тепло и уже в этот павильон мне хочется да и я так поняла и я не с оксаной тоже хочется вернуться еще раз потому что павильон росатома безумно классный помимо того что там внутри есть макеты и в принципе описание работы какие-то интересные факты атомной электростанции так там есть еще несколько этажей таких активности и невероятных каких-то вещей на которые было бы интересно посмотреть не только не только взрослым но и детям с детьми короче там круто погулять поэтому я туда вернусь уже со своими детьми мы там провели наверное часа полтора и конечно же после пошли покушать вкусно подкрепились и затем уже распрощались поехали по домам также за время новогодних каникул мне удалось два раза сходить в кино один раз я сходила с младшей дочкой на мультфильм три богатыря и пуп земли честно сразу скажу что мне мультфильм не понравился потому что другие части которые я видела они были более интересные в общем это какая-то вот ну совсем меня не тронуло да и дочь моя заскучала сидела с кислым лицом видно было что ей не очень нравится но зато через несколько дней мы уже с мамой сходили в кинотеатр на фильм я забыла как он называется холоп 2 вспомнила на холоп 2 мы сходили и надо сказать что первую часть холоп я не видела ровно до вот когда мы туда ходили до 7 января нет 8 8 января ровно до 8 января 8 января утром я сподобилась посмотреть первую часть для того чтобы вообще понимать о чем вообще может быть вторая часть я что на 1 хохотала что над 2 хохотала зал просто взрывался от смеха очень смешно и если кто-то не ходила есть возможности то я вот сюда я сходить рекомендую действительно очень смешно и интересно так наверное это все сейчас я уберу все свои вот эти подарки и финиши и покажу что я буду вышивать ближайшее время а в ближайшее время а именно сегодня я буду вышивать вышивальщицу от химеры это огромное просто огромнейшее полотнище я вставлю сейчас картинку превью как выглядит эта работа у меня здесь вышится совсем немножко и выше то это было очень давно наверное году в 2018 или 2019 до так давно я вышивала эту работу здесь даже разметка кое-где пропала но ничего страшного я и сейчас еще раз нанесу дело в том что в нашем чате реалити аня предложила нам кидать кубики каждую неделю кидается кубик и там шесть сторон естественно на каждую сторону мы должны определить для себя какую-то какой-то процесс и выпал кубе выпала выпала сторона 6 под этим номером у меня оказалась вышивальщица поэтому 500 крестиков надо вынуть до положить на вот эту ткань отчитываться надо уже завтра потому что они уже сегодня кинула следующий кубик и я уже знаю что я буду вышивать хранители дивного сада но так как у меня ручки кривенькие я печатаю быстро и не проверяю что и напечатала я естественно быстро напечатала и отправила и не понимаю почему надо мной вернее моим сообщением в чате все начинают дико ухахатываться и почему называют моих хранителей не сада а сало дело в том что я опечаталась и вместо буквы d напечатала l и теперь они у меня проходит под кодовым названием хранители дивного сала ну и что у всех это сада у меня сало мне не нравится лишь бы лишь бы всем было хорошо и и весело да вот поэтому сегодня я буду вышивать вышивальщицу а за завтрашнего дня попробую вышить какую-то норму до норма мне 500 крестиков на хранителях а потом вернусь уже к пингвинам в кругу семьи все сегодня я на этом я заканчиваю именно этот ролик и что мне удалось вышить я уже покажу в следующий раз надеюсь что вам было интересно послушать моей мою болтовню было интересно в принципе провести со мной время если есть какие-то вопросы задавайте я постараюсь сейчас в описании оставить абсолютно все ссылки там на телеграм и везде где только возможно чтобы вы меня нашли все всем спасибо всем пока